Точечная застройка. Для многих оренбургцев эти слова звучат как ругательство. А как же еще, когда в считанных метрах от твоего окна вдруг начинает вырастать стена новостройки? Тут уж любой возмутится и скажет, не желаю. Помогает, правда, не всегда. Точнее, почти никогда. Из всех скандальных адресов точечной застройки в Оренбурге, пожалуй, наиболее известен вот этот. Улица Чкалова, дом 53, дробь 3. Во время строительства три года тому назад вокруг него было сломано немало копий. Однако в итоге жилая многоэтажка вот она готова и практически полностью заселена. С новыми соседями жильцы 55-го дома, они выступали против стройки громче всех, незнакомы. Однако сегодня от этого соседства находят выгоды и для себя. Хвалят здешнюю управляющую компанию. Порядок во дворах компенсирует неудобства впритык построенного здания. Время страсти притушило. Вот это вот все уже сделано, свершилось. Но таких, конечно, больших претензий вот именно по уборке, по чистоте здесь вообще никаких нет. Теперь ты уже что сделаешь? Ну, стоит, пусть стоит. Чего теперь? Никуда не деться от этого. Один-единственный вопрос, ну, что у нас в России земли нет? Земли в центре города действительно почти нет. А на той, что есть, как правило, старые постройки. Как здесь, на переулке Планерном. Эти двухэтажки построили пленные гитлеровцы сразу после войны. Понятно, что им давно пора на слом. Но как сломать уклад жизни местных жителей, которые привыкли к тишине и малоэтажности? Даже те, кто помоложе, говорят. Если здесь вырастут каменные джунгли, в которых предложат новую квартиру, продадим ее и переедем, где потише. Другие, напротив, не возражают против новостроек, которые приближаются со всех сторон. Перегородив, однако, для верности подъезда к своим домам. От машин будущих соседей. Дома у нас старые, конечно, старые очень. Привыкли мы, конечно, так жить. Но если нам дадут квартиры более-менее в этом же районе и нормальные, то, конечно, мы тоже не против переехать будут. А если раньше был пустырь, то, очевидно, здесь нужно не только жилые дома строить. Детские сады, школы и парки тоже? Не факт. На улице Пролетарская по этому поводу в прошлом году возмущение жильцов выплеснуло на улице. Их самодельную спортплощадку запланировали под очередную стройплощадку. В итоге так и вышло. Растет новая многоэтажка, а выделенная взамен места спортивного досуга завалена сугробами и выглядит откровенно убого. Местные возмущаются, но уже не публично. Прекрасный край, прекрасные территории большие. И вот гнездятся, гнездятся – это точечная застройка. Парковок нет, гаражей нет. Ну, безобразие. Мне стыдно за мой город. Чтобы не было стыдно, на городском совете решают – в градостроительстве нужны изменения. При точечных застройках проводить публичное слушание. Народ должен знать, где что появится. А застройку земельных участков проводить по правилам, а не только по желанию собственников. То есть установить предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений и сооружений и установить максимальный процент застройки в границах земельных участков. В общем, перемены грядут. Их необходимость назрела давно. Это подтвердят тысячи оренбургцев, которые хотят от своего города комфорта и современности. Виталий Дерябин, Константин Воробьев. Новости дня. Виталий Дерябин, Константин Воробьев. Виталий Дерябин, Константин Воробьев. Продолжение следует...